Всем привет, дорогие друзья! С вами Леха Зверёв и наконец-то я снимаю обзор своего рабочего места. Та-дам! Ну что, готовы? Тогда начнём! Горячие гаджеты и новинки Apple в самом дружелюбном магазине makov.net. Подписчикам скидки. Предоставляю вам обзор своего рабочего места. Итак, главной фишкой этого рабочего места является, конечно же, кресло. Кресло компании Easy Chair. Покупал я его в Комусе. Порядка 8 тысяч рублей оно стоит. Это искусственная кожа. Использую я его уже порядка двух лет. Состояние идеальное. Оно регулируется вверх-вниз и вот так вот можно на нём откидываться. Самое больное место это ручки, потому что они у меня царапаются об стол. Снизу у меня находится барахло, которое присылают на обзор и также его забирают оттуда. Не очень удобная вот эта вот тумбочка металлическая из сетки икеевская. Сломалась через месяц, наверное, и вот в таком положении она сейчас у меня живёт. Она как бы вся сломанная. И все вот эти штуки, они разъехались. Так что я её буду скоро менять. Ну и почему я вообще снимаю это видео? Столом, рабочим местом я уже пользуюсь порядка года. Что-то мне нравится, что-то мне нравится. И в скором будущем я сейчас это всё буду менять. Вот. В итоге там всё барахло. Робот-пылесос. Справа там все провода у меня и бесперебойник питания стоит. Что у нас там ещё снизу? Снизу стола у меня находится вот такая штука тоже икеевская. Я её изначально пользовался, но потом чего-то туда никакие провода, ничего не стал ставить. Поэтому пока так висит. Снизу у меня находится вот здесь вот пилот. Здесь находится концентратор USB или как его ещё называют. Здесь у меня находится картридер. Этими вещами не пользуюсь вообще. Вот что сделал. Сделал прикольно, но не пользуюсь вообще. Всё вставляю в компьютер. Справа здесь у нас лежат настольные игры. Мы очень часто играем с друзьями. Если вам будет интересно, то сделаю обзор вообще на все настольные игры, которые у нас есть. Роутер. Ну и здесь вот бесперебойник. А здесь ещё коробка от проектора моего. Сердцем рабочего стола является компьютер iMac 21,5 дюйма. Середина 2011 года, 16 гигабайт. Стоит у меня там операционная система ещё 1085, старенькая. 2,5 гигагерц процессор, Core i5 и 500 гигабайт памяти. Слева мы находим монитор Philips 29 дюймов. У него вот так вот получается. Он длинный. Модель Brilliance 298X4QJAB. Сложное название. На нём у меня висят наушники, которыми я обычно часто пользуюсь. Первые это Philips NC1. Они проводные. Через них обычно слушаю музыку, либо YouTube смотрю, когда нужно не шуметь. Дальше. Beats Solo 2. Они немножко потуже, но тоже использую часто для просмотра видео. Дальше. Genius. Модель не помню. Здесь, кстати, не нашёл. Не написано. Она с микрофоном раньше использовала для записи геймплея. Сейчас пока не использую вообще. Но как гарнитура с микрофоном, клёвая. Дальше. Игровая гарнитура Razer Kraken. Я не играю на этом компьютере, но играю на PlayStation. Но со мной этой гарнитурой не пользуюсь. Мне нравится, что здесь есть подсветка. Такая же, как на клавиатуре. Здесь есть очень качественный микрофон, который убирается и вынимается. Он с функцией отключения. При помощи этого микрофона я обычно озвучиваю какие-то ролики. Потому что он подключён по USB. И очень удобно в настройках компьютера сделать так, чтобы запись пошла именно с этого микрофона. Ниже у меня тут находится свечка. AT-AT. Шагоход. Паяльник. Здесь управление звуком. Микролаб. Если я выложу всё на Apple TV. Если вам, кстати, будет интересно, то сделаю в будущем ещё ром-тур. Дайте мне знать, интересно или неинтересно. Здесь пульт управления подписчиком. Когда вы пишите хорошие комментарии, ставите оценки. Вот, пожалуйста, зелёная кнопочка. Хопа. Всё. Плюс поставили пальчик наверх. Всё очень просто работает. Дальше находится EverDock. Здесь у меня стенд для айфона. Я его ставлю. Сейчас он просто не подключен в компьютер. Ставлю. И он заряжается. И подсоединяется, соответственно, к компьютеру. Кайтюнсу. Слева у меня обычно лежит подставка. Называется Wood Frame. Кстати, российская компания. Разных цветов. Они меня их прислали давно ещё. Постоянно использую в обзорах. Потому что, знаете, как минимализм и функционально. Вот так вот вставляешь. И телефон стоит. Планшет стоит. Это вообще как угодно можно поставить. Очень удобная тема. Классная подставка. Но не заряжает. А вот эта заряжает. Кстати, сюда можно поставить вообще любой кабель. Микро-USB. Вообще любой свой лайтник. Дальше. Мой небольшой блокнотик. Который привезли из Парижа. Кристиан Лукруа. Подставка Starbucks. Когда я пью кофе, ставлю сюда. Кстати, телефон можно ещё ставить в подставку. Либо планшет. Ставить вот сюда вот. В клавиатуру. Это Logitech G910. Игровая клавиатура. С полностью подсечивыми и настраиваемыми клавишами. Как хочешь. Всё, что хочешь, здесь будет. Они LED-овские. Но можно подсветить здесь красным. Здесь зелёным. Можно вот цветовые волны упустить по-разному. Ищите в магазинах. Видео, кстати, продаётся. Во всех. Даже в MVideo. Очень удобно. Регулировка звука происходит. При помощи вот этого барабанчика. Просто круче. Не надо клавиши давить. И что-то там уменьшать. Выключение полностью звука. Выключение подсветки. Ну и дальше всё при помощи по-настраивается. Также есть фирменное приложение для телефона. Можно следить за состоянием системы. То есть загрузка центрального процессора. Оперативная память. Прямо на экране мобильного устройства. С твоего компьютера. Приходим правее. Здесь находится Apple Magic Mouse. Пользуюсь только ей. Это очень удобно. Правее находится телефон Gigaset. Модель не помню. IP-телефония. Здесь цветной экран. Можно читать новости. И всё, что с этим связано. У меня даже видите. Он называется зверьё. Всё фирменно. И поставка для зарядки. Ещё правее находятся два ящика. Они как бы функциональны. Но не настолько. Здесь находится всякое барахло. И постоянный какой-то бардак. Выше находится отсек, в котором можно что-нибудь тоже хранить. Правее находятся четыре маленьких отсека. В которых находятся там у меня часы, очки и листики, на которых можно что-то записывать. Выше у меня находится пульт управления подсветкой. В будущем я его перенесу ко мне поудобнее. Он управляет вот этой как раз подсветкой языке. Можно делать какой угодно цвет. Можно менять. Можно ставить режимы, всякие работы и тому подобное. Ну и акустический поролон наклеенный. Сверху полка, на которой помещается очень много всего интересного и полезного. И вообще сверху здесь своя жизнь происходит. Наклейка «Звёздные войны». Скорее всего, скоро она, наверное, снимется. Может быть. Здесь находится коллекция парфюмов. Бамбук. Здесь находится Zoom H5, на которой я записываю звук. Лазерный проектор. Angry Birds. Книжка Терри Пратчетт. Слева находятся ещё одни «Звёздные войны». Джек Дэниелс. Искусственное растение. Ещё одни Angry Birds. Премия. Что это? Миди-премия Рунета. Да. Очень полезная вещь. И игровая консоль в виде Shield. Если развернуться направо, то сверху мы увидим растение. Хоть что-то зелёное должно быть в нашем мире. Вид с другой стороны. Здесь находятся пульты управления от робота-пылесоса, Apple TV. От управления светом можно включать и выключать всякие подсветки. Пульт управления кондиционером. Здесь находится такой вот мини-ремонтный набор, чтобы можно было вообще любую технику открыть, что-то отремонтировать. Заказывал на eBay. Ещё выше находится зелёная лава-ламп. Ну вот, как и говорил, ниже у меня находятся настольные игры. Они все обычно живут здесь. Правее находится маршрутизатор, роутер. И снизу очень много бардака. Скоро я как раз всё это делаю-то и разберу. Ну и как раз, да, венец моей коллекции. Это зеркало в виде яблока. Наверное, скоро оно тоже нас покинет. Потому что это рабочее место я полностью снесу и буду делать новое. Вот так, всем спасибо, что досмотрели. Возможно, что-то вас вдохновило. Что-то не вдохновило, что-то раздражает, что-то не раздражает. Но мне это нравится. Я это собирал практически год. Пришло время с этим проститься. И вообще, нахрен отсюда всё убрать. Ребят, оцените видео. Пишите что-нибудь в комментариях, какой у вас рабочий стол. А чё? Вот. И ждите новых роликов. С вами был Ирюха Зверёв. Пока!